С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем. В целях недопущения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории России глава государства объявил следующую неделю нерабочий с сохранением заработной платы. Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Российской Федерации. На сегодняшний день в Ненинском округе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В режиме самоизоляции находится 120 человек. Глава региона провел сегодня заседание оперативного штаба. Сегодня, 25 марта, работники культуры отмечают профессиональный праздник и, к сожалению, за закрытыми дверьми. В Ненинском округе, как и по всей стране, действуют ограничительные меры по посещению учреждений культуры. Глава государства Владимир Путин сегодня выступил с обращением к гражданам Российской Федерации. Поводом послужила ситуация, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в мире. В целях недопущения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории России глава государства объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Также в своем выступлении президент России рассказал о мерах государственной поддержки населения. В частности, все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо справок. Также Владимир Путин предложил установить норму выплаты по больничным листам. Они должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц. Такая норма должна действовать до конца текущего года, отметил глава государства. В Ненецком округе ситуация остается стабильной. На сегодняшний день в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В режиме самоизоляции находится 120 человек. Такие данные были представлены сегодня на очередном заседании Оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории региона. Штаб создан соответствующим распоряжением губернатора. 120 человек на самоизоляции, 33 сняты с наблюдения после проведения повторных исследований на наличие коронавируса. На сегодняшний день в Ненецком округе проведено 224 исследования, 42 из них за последние сутки. Все исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии. В учреждение дополнительно поступило 600 тест-систем для проведения исследований на коронавирусную инфекцию. Эти тест-системы разработаны государственным учреждением Роспотребнадзора «Вектор». Их действие основано на методе полимеразной цепной реакции. Этот метод эффективен и дает возможность получить результаты в короткие сроки. Человек, прибывший из неблагоприятной по коронавирусной инфекции страны, должен не только сдать необходимые пробы, но и самоизолироваться. Однако в Ненецком округе, по словам представителей Роспотребнадзора, зарегистрирован ряд случаев, когда люди покидают места самоизоляции, несмотря на то, что за нарушение режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Граждане наши должны понимать, что за те действия, которые они предпринимают, может быть еще и уголовная ответственность. Потому что если выяснится, что человек, который находился на самоизоляции, он вышел за пределы своей квартиры и стал источником распространения коронавируса на территории округа, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность. Статья 236 Уголовного кодекса. И я бы очень хотела, чтобы наши граждане об этом помнили. Глава региона рекомендовал членам Оперштаба проработать с работодателями региона вопроса готовности в случае необходимости оперативно направить в режим изоляции сотрудников, находящихся в зоне риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Речь идет о гражданах пожилого возраста, беременных женщинах, а также о людях, которые страдают хроническими заболеваниями. Для размещения потенциальных заболевших в округе созданы необходимые условия. Мы, в принципе, перепрофилируем отделение для приема как пациентов с легкой степенью, это которые не требуют проведения реанимационных материалов, а также пациентов, которые будут нуждаться в проведении искусственной вентиляции легких и оказании реанимационной помощи. В этих целях у нас расчетно разворачивается 7 коек реанимационных и порядка 30 коек – это на нашей базе для пациентов с легкой степенью и средней степенью течения заболевания в случае выявления данной инфекции. На заседании штаба было принято решение о приостановке плановых медицинских осмотров в учреждениях региона. Кроме того, врачам рекомендовано организовать выписку рецептов на лекарства гражданам в возрасте 60 и более лет в дистанционном режиме и организовать их доставку силами волонтеров. В настоящее время медицинские организации округа обеспечены двухмесячным неснижаемым запасом медицинских масок. Кроме того, в медучреждениях есть 4-6-месячный запас антибиотиков и противовирусных препаратов. То, что касается антибиотиков, тут в зависимости от различных групп у нас от 3 до 4-5-6-месячного запаса в зависимости от препарата антибактериальной терапии. Также в округе имеется запас этиотропной и противовирусной терапии данной категории пациентов. То есть в случае обнаружения пациентов коронавирусной инфекции у нас в настоящее время имеется запас препарата калетры, который рекомендован как раз-таки для лечения данных пациентов. Препаратов, которые имеются в наличии, достаточно для полного курса лечения 150 человек. Мария Даник, Ирина Никешина, Антон Водряков и Владислав Носкин, телеканал «Север». Работники сельских домов, культуры, школ и детских садов рассказали, как проходят мероприятия по дезинфекции помещений, а также о дистанционном обучении. Кроме того, в режиме видеоконференц-связи, исполняющий обязанности Департамента культуры и спорта Нинецкого округа Антон Пустовалов поздравил работников учреждения культуры с профессиональным праздником. На сегодняшний день учреждения культуры в селах округа работают в режиме изоляции. Антон Пустовалов передал их сотрудникам поздравления от министра культуры страны Ольги Любимовой. От всей души поздравляю вас и в вашем лице всех работников культуры региона с профессиональным праздником. Вы делаете все возможное, чтобы российская культура развивалась, сочетая в себе богатство, традиции и дух современности. А благодаря вашему кропотливому труду, миллион людей во всех регионах имеют возможность любоваться уникальными музейными предметами, наслаждаться концертами и цирковыми представлениями. В ходе видеоконференц-связи сотрудники образовательных учреждений рассказали о текущей деятельности. Детские сады в большинстве сел работают в штатном режиме. На карантин в связи с ОРВИ до конца недели закрыты дошкольные учреждения деревни Андиго, поселков Харивер и Нижняя Пеша. Школы села Ома и Тельвиска на этой неделе перешли на дистанционное обучение. В остальных продолжаются каникулы. Мероприятия по дезинфекции везде проводятся ежедневно. Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник работники культуры. О том, что притягивает в эту профессию и кто такие творческие люди, расскажем в следующем материале. Елене Ивановне Вергуновой любовь к культуре привили в семье с детства. С тех пор творчество не покидало ее и стало главным ориентиром в жизни. Я никогда не задумывалась над вопросом, почему. Может быть, потому что мы жили на Тыковылке 2А. Дом находился практически наискосок от Дома культуры. Бабушка всегда любила приходить на мероприятия. Мама была участницей одного из первого состава народного ансамбля «Хаяр». Поэтому мне всегда здесь нравилось, и я с детства здесь. Люди, выбравшие творческие профессии, не просто создают культуру, они являются ее хранителями, ведь без прекрасного наша жизнь стала бы совсем иной. Конечно, это очень сложно, потому что праздники, выходные, ты на работе. Хочется отдыхать вместе с семьей, вместе с детьми. Мои дети уже к этому привыкли, они на этом выросли. А хорошее, потому что, не знаю, я прихожу на работу, может быть, когда-то с плохим настроением или еще что-то, а приходишь на работу, все забываешь. Работа в культуре – это огромный труд, который не всем под силу. А для тех, кто сделал свой выбор в ее пользу, она и есть вся жизнь. Не все могут люди выдержать такую нагрузку, и нашу профессию может понять только творческий человек. Простые люди, они идут в культуру работать, или там за большой зарплатой они не идут. Идут только творческие люди, которые любят свою профессию. Мы, я думаю, что творческие люди, мы немножко особенные люди. Есть у нас свои тараканы в голове. Выбор профессии – сложное решение, а иногда спонтанное. Так и вышло у любимого зрителями в нашем регионе режиссера-постановщика Дворца культуры Арктика Дениса Семяшкина. Смеясь, он рассказывает, что учиться не хотел уже в школе, и участие в театре помогло ему закончить и школу, и техникум. А потом он поступил в колледж культуры, и все встало на свои места. Я никогда не думал, что я буду работать именно по этой профессии. Видел себя, возможно, даже пожарным где-то, где-то учителем, несмотря на то, что не хотел учиться. Ну вот, не знаю, люблю свою профессию. Сложная профессия? Порой. Порой очень сложная. Но когда все заканчивается, все прям, ну, только ради этого и стоит жить, кажется. Как известно, у работников культуры нет праздников, потому что они делают праздники для других. А еще нет обычных выходных, свободных вечеров и порой даже времени на родных и близких. На самом деле это очень большой труд. Это огромные силы уходят на подготовку. Огромные силы уходят на вынашивание всех этих идей и на реализацию этого всего. Поэтому за красивой картинкой, за красивой оберткой стоит неимоверный труд, к которому идет большая подготовка. Очень много где-то нервов, где-то, наоборот, радостных моментов. Все это нужно сложить всегда воедино, чтобы это получился некий красивый продукт, который мы можем подарить всем зрителям и нашим поклонникам Ненецкого автономного округа. Поэтому в культуре работать хорошо и очень сложно. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Мало кто знает, что 25 марта наряду с Днем работника культуры отмечают официальный день почтовой открытки. Кстати, у поздравительных карточек, о которых в современном интернет-мире практически забыли, интересная история. О ней расскажет Любовь Пермякова. В России открытками стали общаться с 25 марта 1872 года. Тогда почтовая карточка под названием «Открытое письмо» вводится в империи Романовых. Они стали пользоваться настоящей народной любовью. Всего несколько лет назад открытками были заставлены все полки почтовых отделений России, особенно перед Новым годом, 8 марта и 23 февраля. Ушла ли красивая традиция в прошлое? Узнаем прямо сейчас. А вы когда-нибудь отправляли открытку и кому отправляли? В советское время отправляла с родителем, с матерью и так. Красивая была, хорошая традиция, как думаете? Очень хорошая, но уже не вернуть. Интернет. Все, все через интернет отправляем. Жалко, да? Да, жалко. Спасибо. В России изначально правом печатать открытки обладала только почта. С 1894 года такую возможность получили и местные типографии. Почтовая карточка включала в себя отпечатанные изображения марки или на бланке отводилось место для ее приклеивания. В современном мире, где получили широкое распространение электронные способы передачи информации и общения, традиция отправлять почтовую открытку все-таки сохранилась. И это подтверждает работники местной почты. То есть раньше они больше пользовались спросом? Или так же вот сейчас? Сейчас меньше. А в основном с какими-то праздниками поздравляются? Ну, в основном с праздниками. С Днем Победы, с Пасхой спрашивают очень много. Ну, бывает еще на 8 марта, 23 февраля спрашивают. По словам работников почты, пиком популярности открыток в Нинецком округе стало советское время. Свидетель открыточного бума Светлана Чупрова. 29 лет женщина отработала в главном почтовом отделении Наринмара. Как раньше люди? Часто отправляли открытки? Очень. Я сама работала на главной кассе, там вот такие пачки по тысяче штук. Я в день по 10 пачек этих вызов. И все расходило. У нас все расходилось. Повесело было. У нас вообще дружный коллектив здесь был такой. Но есть в нашем городе люди, которые держали в руках открытки времен Первой мировой войны. Это сотрудники Нинецкого краеведческого музея. Вот так вот, Первая мировая война. Я буду брать. Этим открыткам получается... Ну, начало века. Начало века, да. Да. 1914, скажем, год. Открытка 1914 года. Удивительно. В 2015-е. Коллекцию этих уникальных открыток в 2005 году музей передала школьной педагоге. Педагог Татьяна Балмасова. Здесь каждая почтовая карточка – свидетель истории. На них фотографии солдат с полисражений, карикатуры и, наверное, самое ценное – слова из прошлого. Как вы поживаете? Мне плохо. Страшно жить и дорого. Еще одна уникальная коллекция открыток, которая хранится в фондах Нинецкого краеведческого музея – дипы Северной России. Когда общественности на открытках были представлены северные народы. Наши народы здесь тоже есть, да? Да. Вот как раз. Новая земля. Тыковылка со своим отцом. Будущий художник и основоположник нинецкой культуры, Тыковылка стал одним из героев фотосессии известной полиграфической фирмы Шерер. Знаменитая полиграфическая фирма Шерер Намбгольц и Ко была создана в 1863 году. Фирма выполняла заказы по изготовлению фотопортретов, визитных карточек, выпускала каталоги различных выставок. Благодаря ее деятельности для потомков сохранились фотографические изображения вернувшихся из ссылки декабристов, писателей, поэтов, художников, музыкантов, общественных деятелей России того времени. На проводившейся в Москве в 1865 году мануфактурной выставке фирма Шерер получила высшую награду по фотографии – большую серебряную медаль. В дореволюционной России поздравительные открытки приравнивались к произведениям искусства. Их не только вставляли в специальные альбомы, но и украшали ими интерьер. Самыми популярными иллюстрациями тогда были заснеженные леса и деревенские домики, золотые купола церквей и ангелы, Дед Мороз и Снегурочка на тройках лошадей и семейные сценки. В советское время появляются новые сюжеты. Это летающие ракеты, космические корабли, спортсмены, герои мультфильмов. Особое место в истории российской открытки занимает военная тематика. Есть интересный факт. В них героической обороны Ленинграда, несмотря на тяжелые жизненные условия, было выпущено свыше тысячи иллюстрированных почтовых открыток, ставшими впоследствии своеобразной изобразительной летописью. Сегодня интерес к открыткам военного Ленинграда очень велик. Их собирают не только в нашей стране, но и за рубежом. Они экспонируются в музеях как ценнейший исторический материал. «Красота от природы». Выставка-ярмарка под таким названием проходит в эти дни в одном из торговых центров города. Полезная и безопасная именно такая продукция представлена на выставке-ярмарке «Красота от природы». Широкий ассортимент не позволит уйти с пустыми руками. Бальзамы от кашля, насморка, простуды, варикозы и псориаза, а также от боли в спине и суставов. Утеплиться в холодное время помогут изделия из верблюжьей шерсти. Три процедуры аппаратного массажа можно получить совершенно бесплатно. Эффективно при хондрозе и болях в спине. Свежесть и сияние вашему лицу вернет компактное и стельное устройство «Молекула», где ультразвуковая технология позволит быстро и эффективно очистить поры от загрязнения, разгладить и улучшить текстуру кожи. Также можно приобрести бессменный хит-продаж «Умную пилочку», что предназначено для необрезного маникюра. Удобный острый носик. Мы им как ластиком, легкими движениями работаем по сухой коже. Она убирает весь сухой слой. То есть убирает только именно сухую кожу. Живую кожу не травмирует. Она в итоге остается гладкой. И после такого маникюра, либо коррекции, не растут заусенцы. Стоит отметить, что пилочка не только уникальна, но и компактна. Она свободно помещается в дамском кладче или кошельке. Завершить маникюр поможет биомасло. Оно смягчает и увлажняет кожу, а кутикула растет заметно медленнее. Все это и не только вы можете приобрести с 22 марта по 5 апреля. Выставка «Ярмарка» расположена на первом этаже торгового центра «Элит-Сити» по адресу улица Ленина, 42. Красота от природы полезна и безопасна. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.